Библия Вы не замечаете нечто странное в последние времена? А кто-то пытается упорно твердить, что Библия не актуальна. Не актуальны, скорее, вы, те, кто невнимательны к этой книге. Человек не хочет замечать, но природа кричит громким голосом, пытаясь предупредить человека. В этой серии вы поймете причину, по которой произойдет то, что должно произойти. Четыре всадника откровения И я увидел, что Агнец снял первую из семи печатей. И я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громким голосом. «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец. И вышел он, как победоносный, и чтобы победить. Но кто он? И чего он хочет? Некоторые верят, что здесь речь идет о Господе Иисусе. Ведь книга Откровений описывает Господа Иисуса верхом на белом коне. Но всадник из шестой главы совсем не Господь Иисус. Этот всадник появляется на белом коне и свинцом на голове. Он притворяется тем, кем не является. Это Антихрист. Самозванец. И его главная роль – обманывать. Мы уже привыкли слышать о войнах, убийствах и разрушениях. Но первая битва, в которой Антихрист уже сражается – духовная. Важная деталь, которая привлекает наше внимание в этом всаднике, что он держит в руке лук – символ власти. Но у него нет стрел. Отсутствие стрел указывает, что эта битва – это сражение идей, верований и законов, созданных, чтобы обмануть мир. Этим оружием он не убивает тело, но разум людей. Пользуясь разными аргументами, дух Антихриста уже подготавливает почву для своего царства. Он разрушает принципы, установленные Богом. В своей речи Антихрист использует красивые слова, но скрывает свое истинное намерение. За всю историю человечества никогда не было так много обмана, как сейчас. Даже во внешности ценится то, что искусственное, натуральное теряет свою красоту. Мир все больше становится поддельным. И то, на что способны современные технологии, порой пугает. Вы знаете этого актера? Но это не он. Его лицо было подставлено под другого человека. Искусственный интеллект копирует его мимику, выдавая этого человека за известного актера. Я не Морган Фреймэн. Представьте такую власть в корыстных целях. Представьте, что будет с этим миром, когда он будет в руках Антихриста. Он уже идет. Желая победить. И побеждает тех, кто отвлекается от цели. Не поддавайтесь на его обман. Сражение уже началось. Но все, что сейчас происходит, даже близко не стоит с тем, что произойдет после Вознесения Церкви. И когда произойдет Вознесение, ваша душа вознесется вместе с Церковью Господа Иисуса, или останется смотреть на то, что будет твориться здесь, внизу, ибо тайна Беззакония уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется Беззаконник. В следующей серии После Всадника на Белом Коне мы увидим Всадника на Рыжем Коне. А вместе с ним разрушения, которых никогда еще не было в нашем мире.